Сегодня у нас будет проходить вебинар на русском языке. Насколько я понимаю, наверное, первый вебинар или один из первых вебинаров на русском языке. И когда мне предложили тему для вебинара, я долго думал, о чем бы рассказать, так как первая встреча, что хочется что-то, с одной стороны, новое, так же, чтобы оно было полезное и интересное, само собой. И так как очень сейчас актуально говорить про обратную связь от учеников, то я подумал рассказать о средствах обратной связи. Первое, что мне в голову сразу пришло, это среда КОХОТ. Но я подумал о том, что они сейчас так много говорят, что хочется рассказать о чем-то другом и предложить какие-то альтернативные варианты. И сегодня мы как раз поговорим о двух таких возможностях. И речь сегодня пойдет о такой среде, которая называется Triventi и Mainty Matter. И вы всегда можете, если у вас возникнут вопросы, то писать их сразу в чате. И по ходу дела я постараюсь на них отвечать тоже. Так, чтобы не перебивать меня, чтобы вы могли спокойно идти дальше. Надеюсь, все меня слышно. Ну, я думаю, что давайте пойдем дальше. То есть, как я уже сказал, что сегодня мы рассмотрим две среды. И сначала перейдем на Triventi. Среда Triventi требует регистрации. Можно выбирать язык русский. И регистрация, возможно, через Google, например. Также она поддерживает Classroom, если он у вас есть. То есть, вы можете в будущем поделиться данной анкетой через Classroom или войти через Facebook. И когда проходит регистрация через Google, например, возьмем этот вариант. То вы должны будете указать, с какой цели вы будете использовать Triventi. То есть, для образования или для организации каких-то там семинаров. Указываете учебное заведение. Должность. Соглашаетесь и нажимаете. На этом регистрация заканчивается. Triventi позволяет вам создавать как анкеты для обратной связи, так и викторины. То есть, вы можете создавать викторины с подсчетом баллов, так и просто как без результатов, как анкетирование. Сейчас мы не будем ждать. По поводу настроек. То есть, настройки вы можете, нажав на фамилию, выбрать «Мой счет». Там будут ваши настройки. И вплоть до удаления аккаунта. Также можно использовать публичные викторины. Есть возможность поиска по предметам. Также советую использовать такую категорию, как «Нет» под категорией. То есть, многие викторины находятся здесь. То есть, тогда здесь больше выбор. Плюс вы можете искать также и в окне поиска. И если вы нашли какую-то викторину, например, интернет, то для того, чтобы ее сохранить в своих викторинах, нажимаете «Настроить». Тогда она сохраняется в ваших викторинах, и вы можете дальше с ней работать. Теперь по поводу создания викторин. Можно импортировать из публичных викторин, или создать свою новую викторину. Но мы рассмотрим вариант новой викторины. И здесь идет таким образом, что даете название викторины. Можно добавить изображение, и это изображение будет появляться в каждом вопросе, кроме тех вопросов, где нужна будет, где картинка будет в виде вопроса. Можно нажать, выбрать какое-нибудь изображение. Можно обрезать ее. То есть здесь тоже надо учитывать размер картинок. Сразу вам предлагают поделиться. И тогда в настройках вы указываете время для ответа. Здесь идет так, что время для ответа для всех вопросов одинаково. То есть в отличие от «Кахут», где можно для каждого вопроса свое время задавать, здесь вы указываете время только для всех одинаковое время. Язык викторины можете указать. В дополнительных настройках вы дополнительные возможности будете показывать трех ведущих игроков и позволять в конце игры делиться в социальной сети. И нажимаете «Сохранить», если изменили. И также выбираете, будете ли делиться данной викториной публичной категории, в публичных викторинах, где можно будет потом найти. И тогда, соответственно, можете выбрать категории. Например, информационные технологии. Также можно приглашать других пользователей к созданию викторины. То есть можно совместно. И тогда указываете им через имейл. Ну, как обычно. То есть можно по ссылке, по этой они смогут пройти и редактировать данную викторину. То, что касается, если хотите поделиться в Google Classroom, то вы должны быть зарегистрированным в Google Class, выбрать курс, и тогда вы поделитесь с данным курсом. Нажимаете «Далее». И как задание задаете им. То, что касается вопросов. Здесь вы можете выбирать, будет ли вопрос для голосования, или это будет как викторина с баллами. Это здесь галочка «Вопрос для голосования». Тогда нет правильных вариантов ответов. Это будет как голосование. Если галочка не стоит, тогда вы можете выбирать правильный ответ. Ну, например, возьмем... Я подготовил некоторые вопросы. Так как мы сегодня проводим вебинар благодаря ХИПСа, то вот несколько вопросов будет отсюда тоже. Ну, например, какая учебная программа ориентирована на учреждение начальной школы? И варианты ответов пусть будут. Например, «Диалгус туловик выпота» и «Диалгус туловик выпота» и «Диалгус ту харидус югут». Ну и так же, как в «Кохот» отмечаем правильный вариант ответа. Но, в отличие от «Кохот», здесь можно выбрать только один правильный вариант ответа. Здесь есть два таких больших отличия от среды «Кохот». Например, это вы можете внести подсказку или можно внести какой-либо факт. Ну, например, факт, который будет сразу начинаться с фразы «Знаете ли вы?» и потом вносите факт. Например, что модуль «Диалгус» состоит из трех частей. Курс «Диалгус» состоит из трех частей. И так же можно внести сюда подсказку. Ну, пусть будет, допустим, начало фразы. И сохраняем. И добавляем новый вопрос. Также вы можете добавить вопрос в виде фотографии. Ну, например, «Кто на фотографии?» Тогда внизу вы можете добавить изображение. Я сегодня взял изображение Дурова, основателя ВКонтакте. И сюда вводим разные варианты. Ну, например, «Дуров». Например, «Гейтс». И ставим правильный вариант ответа. Также «Тривинти» поддерживают вариант голосования. То есть, например, введем вопрос, например, «Оцени себя за последнюю четверть» или «Как ты работал на этом уроке?» и поставим «Оценки», например. И здесь идет таким образом, что можно выбирать от одного до четырех вариантов и больше нельзя. И если пустая окошко оставляете, тогда остается то количество, которое вы выбрали. То есть, например, сделаем проще тогда так, чтобы убедиться. Ну, вот таким образом. И вопрос для голосования. И таким образом можно добавлять дальше. То есть, сейчас мы уже не будем тратить время на это. Сохраним нашу викторину и посмотрим, как же можно с ней работать и как она выглядит. То есть, для этого нажимаем в настройках «Сохранить». И с викторинами «Тривинти», чтобы запустить ее, я нажимаю «Запустить». И игроки могут пройти или по ссылке «Триф.Ин», по ссылке «Триф.Ин». Секундочку. Я вам ее выставил в чате тоже. Также они могут пройти по QR-коду. И тогда вводите этот код. Я с вами параллельно тоже буду играть. Когда вы пройдете по ссылке «Триф.Ин», там, значит, соответственно, вы вводите свое имя и номер игры. Играть можно на любых устройствах, то есть на телефонах, на планшетах. Ну вот, я зарегистрировался с двух мест, так чтобы было видно. Есть еще один участник. Ну и нажимаем «Начать викторину». В верхней части окна вы видите результаты, так же как и в Кахут учитывается скорость и правильность ответа. Только здесь идет немножко проще подсчета. То есть тот, кто быстрее отвечал, получает просто один балл. Ну, то есть получает плюс один балл. Кто правильно ответил один балл, кто быстро и правильно, то два балла получает. И так же можно воспользоваться еще таким вариантом, как... Сейчас я вам покажу. Можно воспользоваться подсказкой «Народа». Например, если кто-то до этого отвечал, нажму «Я вижу, как ответили другие участники». Тогда я могу воспользоваться этим. Также я могу воспользоваться вариантом 50 на 50 или подсказкой. И здесь тогда будет видно, то есть голосование не было правильных вариантов. Просто будет видно, кто как проголосовал. И с подсказками там идет тогда три варианта подсказок есть. То есть можно выбрать подсказку. Можно выбрать 50 на 50. Это работает в том случае, если у вас четыре варианта правильных. Точнее, в вопросе есть четыре варианта. Или воспользоваться помощью зала. Это имеется в виду, что если кто-то во время вот данной игры сейчас вместе с вами ваши одноклассники уже ответили, ученик не знает, как ответить. Тогда он может воспользоваться подсказкой. И будет видно, как ответили его одноклассники. Возвращаемся обратно. И результаты игры вы можете увидеть в разделе «Мои викторины» и «Мой журнал викторин». Здесь вы видите, когда проходила игра, и можно скачать результаты. Но результаты вы видите в таком варианте. И когда происходит экспорт в Excel, там проходит простенькая таблица. В каждой строчке один игрок, и какое место он занял, имя, и какой у него был счет. То есть, к сожалению, такой полной развертки правильности ответов, какие были правильные, какие нет, мы здесь не увидим. Также вы видите, сколько было туров, сколько вопросов. Более подробно о викторинах Treventy можно посмотреть по некоторым ссылкам. Вот одна из них. Также можете набрать в YouTube ссылочку тоже. У них есть официальный канал Treventy. И там можно найти ролики на английском и на эстонском языке тоже есть, как пользоваться Treventy. Ну, в принципе, наверное, с Treventy все. Пользуйтесь на здоровье. Всегда можете делиться. Как я уже говорил, да. И можете разнообразить уроки. Так что показать детям, что есть не только коход, но есть и другие среды. И следующая среда, о которой я хотел поговорить с вами, это Mentimeter. Она позволяет получать обратную связь. Там есть один нюанс, что бесплатная версия позволяет использовать только два вопроса. Но если вы, создавая викторину, пригласите кого-либо, тогда вы сможете за каждый приглашенный email получить еще плюс один вопрос. По крайней мере, за один вопрос точно вы получите. Чем она мне нравится? Тем, что здесь для обратной связи более такие, не знаю, интерактивные что ли возможности, более такие яркие, чтобы получить обратную связь. То есть, в принципе, можно сделать такую небольшую обратную связь из двух-трех вопросов как раз в конце урока. И для Mentimeter есть приложение на Android. Также можно скачать сразу, так же, как и коход, например. Ну или можно и в интернете тоже. С регистрацией здесь идет также, можно нажать Sign Up. И регистрация идет через Facebook или Google. Или отдельно регистрируетесь. Я предпочитаю через Google. Здесь уже дальше, там ничего сложного нет, только подтверждаете и вы сразу же попадаете. Я тоже зайду через Google. То есть, указываете, какую цель вы будете использовать и Get Started. Слева идет общее меню, то есть, опять же, можно настроить профиль и посмотреть Account Settings, где вы можете поменять пароль. И также вы можете при создании презентации выбирать разные типы вопросов. То есть, нажимаем New Presentation. Даем ей название. И здесь в верхней части идут общие настройки. То есть, здесь вы можете выбрать, во-первых, тему, как будет выглядеть ваша анкета. Потом вы выбираете, как будет проходить голосование, то есть тип голосования. Здесь два варианта. Первый вариант. Presenter Space. Это голосованием руководит преподаватель. То есть, каждый следующий вопрос будет появляться только по решению преподавателя. Ну, то есть, как было в Кахот или в Триенте. То есть, пока преподаватель не нажмет дальше, новый вопрос не появится. Аудиент Space. Это ученики голосуют в своем темпе. То есть, они сами решают, когда переключаются и появляются результаты. И последний вариант, он для платной версии. То есть, можно поделиться. Но этот вариант мы не будем рассматривать. И вам предлагается на выбор 8 вариантов вопросов. Сейчас я вам перечислю все и попробуем создать некоторые из них. Первый, multiple choice. Это респонденты могут выбирать варианты ответов. Второй, word cloud. Это вы задаете, можете выбрать количество ключевых фраз, которые должны будут внести респонденты. Тогда у них появится окошко, где они должны будут внести то количество фраз, которое вы потребовали от них в разделе Entire Spare Wouter. Quiz – это как векторина с правильными ответами, вариантами правильных ответов. Scales – здесь вы как оценивание, и вы выбираете объекты для оценивания. То есть, это может быть сразу несколько объектов. То есть, например, вы можете сдать список предметов и в разделе Low and High Label указать, по скольки-балльной системе вы будете оценивать, например, по 5-балльной. Можно задать название самого низшего и высшего балла, если надо, но это не обязательно. И здесь вы указываете разные объекты для оценивания. Давайте возьмем этот вариант тоже, например. Оцени предметы. Сохраняем и добавим еще один вопрос. Возьмем еще Word Cloud. Например, ключевые фразы урока или ключевые темы. Сохраняем и пусть их будет две. И когда вы нажмете Add Question, тогда вы можете или обновить доплатную версию, или пригласить кого-то еще к редактированию. Например, я напишу email. И тогда нам дается возможность добавить еще один вопрос. Open-ended – это вопрос там, где респонденты сами могут впечатывать свой ответ до 140 знаков. И, например, 100 points – это идет как голосование, то есть сдаются элементы для голосования. О, извините. Тут возник вопрос по поводу Trevent. Я тогда на него чуть позже отвечу. И 100 points – это идет как элементы голосования, то есть голосование идет в процентах. То есть мы задаем элементы, за которые надо голосовать, и тогда респонденты должны в процентах указать для каждого элемента, сколько процентов они отдают. Ну, например, возьмем, я тут уже некоторые подготовил. Оцени пройденные темы года, например, и там будет тема 1, тема 2, тема 3. Сохраняем. Сейчас он уже нам не даст, он уже, что надо опять приглашать, но… То есть таким образом я могу пригласить еще, но тоже он потом уже будет требовать уже до обновления все-таки платной версии. Но три вопроса точно можно сделать. И запуск презентации, как у них называется, это нажимаем «Show presentation». И надо пройти по адресу go.well.at и код данной викторины. Я тоже введу ее, чтобы вы увидели результаты. Также буду проводить ее в двух… на двух устройствах. Так, и то есть первый вопрос у нас был «Оцени», да, предметы. И здесь мы просто бегуночком оцениваем и подтверждаем. И сразу, что здесь эффектно, что сразу же меняется по ходу дела. Когда все ответили, видно, что три человека участвуют. Идем к следующему вопросу. И здесь ключевые фразы, из которых будет строиться облако слов. Фразы можно писать на любом языке. Сколько фраз надо вводить, только окошко появляется. И будет появляться такое облако слов. И когда закончили, идем дальше. И здесь вы в процентах указываете, насколько была интересная тема. То есть отдаете голос в процентах. Причем, если вы укажете, что общая сумма процентов не будет 100, то он вас спросит, вы уверены в этом или нет. Ну и, соответственно, место тоже будет меняться. Также во время голосования есть возможность настраивать в левом нижнем углу. То есть можно делать на весь экран, можно убрать результаты, спрятать их. Можно почистить презентацию. То есть почистить это имеется в виду, что если вы хотите в следующий раз для другой аудитории проводить тот же самый вопросник, тогда надо все-таки его почистить. также я вам хотел показать, как сохранить, во-первых, и как еще несколько вариантов было. С сохранением результатов вы, когда возвращаетесь в Mentimeter в разделе Your Presentations, тут есть Export Results. Но в бесплатной версии вы можете экспортировать только скриншоты, которые у меня сейчас создаются. То есть экспортировать в Excel можно только в платной версии. То есть скриншоты, это имеется в виду, будут так же, как у нас сейчас было на экране. Те же самые результаты мы увидим. И когда мы скачиваем, то есть видно, что он скачается в графическом формате, то есть это будет то же самое, что и мы с вами видели, в таком виде, как скриншоты. И хотел вам показать еще несколько примеров. Которые мы пропустили. Предпоследний вариант был 2x2 matrix. Здесь вы можете построить голосование как диаграмма по точкам. Я здесь, к сожалению, не совсем понял логики. Может те, кто ближе был к математике, они лучше поймут. Но то есть здесь вы указываете название осей в разделе Dimensions. Как называться ось Y и ось X будет. Также самое меньшее и самое большее значение. И как делиться будут значения. И также можете указывать значение, то есть как эти точки будут появляться здесь. То есть эти объекты на диаграмме. Я, к сожалению, вот этот вариант не использовал ни разу. Последний вариант who will win. Это удобно. То есть здесь создается список со значениями. То есть это получается примерно как multiple choice. Только разница в том, что результат появится после того, как решит руководитель. То есть, ну давайте, например, посмотрим этот вариант тоже. Да, Евгений, в платной версии в виде таблицы можно сохранить. Например, можно для who will win выбрать, не знаю, любимая тема прошедшего полугодия или там четверти. И также задать название тем. И также задать название тем. Вариант как, допустим, давайте возьмем, оцени себя тоже. Это можно взять multiple choice. Например. Например. Ну или, например, да, оцени себя, как ты учился в этой четверти. Например. И опять же, такой же вариант, как в 3 Ванте было, например. Какой еще вариант нужно рассмотреть? Ну, можно quiz попробовать. Ну, допустим, в столице Эстонии укажем. Так же, как и в Kahoot можно выбирать несколько правильных ответов. Нажимаем в правой части и нажимаем Save. И то же самое происходит и здесь, да, нажимаем Show Presentation. И так же можно проголосовать. Ну, например. Любимая тема. И вот два голоса уже отдано. И пока учитель не нажмет Show the winner, и тогда будет интрига. И появляется, что победителем стал одинаковые голоса отдали, да? Если совпадают, то два победителя. То есть такой можно момент интриги сделать. И второй вариант. Оцени себя. Здесь уже по ходу дела будут голоса отдаваться. И последний вариант. Здесь указываем имя. Каждому дается свой логотип временный. И, похоже, как в знакомых нам средах, также задается вопрос нам, где мы должны выбрать правильный ответ. И тогда появляется правильный ответ. Можно указать, кто же победитель. Вы у себя в результатах видите, правильно вы ответили или неправильно. И тогда мы видим, сколько баллов заработал каждый человек. Это, в принципе, все, что я хотел рассказать вам про Mentimeter. Также призываю вас его использовать как средство, наверное, для такой быстрой эффектной обратной связи в конце урока, например. И тут был один вопрос по поводу Triventi. Вопросы, во-первых, вы можете менять местами. Об этом я забыл вам сказать. И стереть вопрос. Хороший вопрос, кстати. Я не задумался над этим, потому что у меня еще не возникало такой ситуации. А, в правом углу, там, где было сохранить, есть и удалить. Спасибо за внимание. И до будущих встреч. Также напоминаю, что данный вебинар сохранялся, автоматически записывался. И вы можете в будущем его, опять же, прослушать на сайте HITSA В адресу инновационных искус.е, там, где у нас идут коллитусы и веби семинарид. И... Евгений, я не понял вашего вопроса. Это вы имеете ввиду где, в Mentimeter или Triventi? Евгений? А, это не вопрос, это не вопрос. А, понял. Так, секунду. Здесь я вам точно не скажу, так как здесь не указано количество символов. И в описании я тоже этого не видел. Здесь вы должны будете сами попробовать. К сожалению, не могу вам точно ответить. Ну, то есть, да, я задавал довольно длинные вопросы здесь, но ограничения точно я вам не скажу. Это будет вам домашним заданием узнать, какой лимит есть в превенте для вопросов и для ответов. Еще вопросы? Тогда еще раз спасибо за внимание и надеюсь до следующих встреч. Пользуйтесь активно. При желании можете всегда мне писать на email тоже. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...